друзья всем привет сегодня хочу рассказать какие нюансы есть в установке фаркопов они в основном идут двух типов это с подрезкой заднего бампера либо без подрезки заднего бампера вот и плюс еще просто так ну как бы установить можно именно подключаться к электросети напрямую просто врезаясь как раньше все делали просто вырезались проводку и подключали прицеп получается с его обычными лампочками на этой машине так делать нельзя типа может сгореть блок электроники и это станет в копеечку и из-за этого нужно дополнительно покупать блок согласования я у покупал себе блок артвей от вы сейчас фотографию ставлю увидите какой я поставил себе блок работает нормально устанавливаться тоже принципе не сложно схема блоков и ну подключение идет в комплекте схема идет в комплекте принципе если немного шарить разберетесь и вот ребятки я себе ну посмотрев поизучав я себе поставил все же с подрезкой с подрезкой бампера вот такой фаркоп я поставил сейчас я выйду все покажу сколько резать и так далее как вообще устанавливается этот фаркоп я поставила в общем фаркоп получается это просто на обычную ладу весту не на и свой кросс именно просто лада весту 2015 год вами фирма вами в принципе устанавливается просто ничего сложного нету но в этой фирмы я выявил один недостаток получается через год эксплуатации просто весь фаркоп заржавел всего просто облезла краска цена вопроса когда я покупал была на него где-то две с половиной три тысячи а кстати на блок на блок артвей за блок артвей я дал по моему три или три 500 сейчас точно не могу вспомнить но можете в интернете найти поискать и поймете что сколько стоит итак ребятки пойдемте я вам покажу что нужно снять чтобы установить бампер что нужно подрезать где подрезать сколько подрезать погнали вот так вот ребят выглядит мой фаркоп который типа от обычной лады весты вот вот я вам говорю сейчас не знаю плохо видно но вот сейчас сырая погода он сырой получается вот он уже весь ржавый ржавчина власть из-под краски краска облазит вот в этом есть его минус сам шар у нас вообще весь заржавел хотя его мазал и солидолом но тут ладно понятно тут постоянное трение как бы можно понять но то что облазит краска это не нравится и вот это само крепление она вообще вот он просто все ржавое плохо видно но это видно да вот она она просто все ржавая а чтобы установить нам фаркоп нам потребуется первым делом получается снять вот эти фонари снимаем фонари чтобы снять залазим вовнутрь там буквально одна или две гаечка одна или две гаечки откручиваем их и фары почти снимаются чтобы снять фары нам нужно вот такими движениями в сторону улицы вот постучать и они выйдут вот далее получается откручиваем вот эти вот все болты и по-моему на самом деле больше крепения этого заднего бампера никаких нет снимаем защелок и все в принципе он убирается только на не забыть отключить электропроводку стопорях от стопорях или туманка от туманки да и от датчиков парковки вот получается бампер мы сняли у нас идет следующим этапом усилитель бампера крепится у нас на двух или на четырех болтах точно так же откручиваем все прекрасно откручивается снимаем убираем вот и дальше уже устанавливаем фаркоп а чтобы установить фаркоп у него идут крепления в самом лонжероне там в лонжеронах у нас есть заглушки там есть специальные отверстия получается убираем заглушки вставляем фаркоп и затягиваем снизу лонжерона по одному болту но вот у этой модели по одному болту есть модели фаркопов где по два болта тут по одному болту и плюс вот в родные места крепления усилителя бампера точно также он прикручивается там два или четыре болта сейчас уже не помню дальше смотрите получается чтобы чтобы поставить нам сам бампер вот это на место нам его нужно подрезать подрезается он получается по самому низу просто варить есть вот на ребро такой переход переход из плоскости наверно вот нам нужно подрезать получается вот ровно до этого перехода как вам показать так Фокусируется нормально Вот до этого перехода нам нужно его подрезать Получается вот ровно посередине Вот у нас Вот это вот раз выемка Вот это два Вот между ней вырезаем в ширину В ширину 5 сантиметров И в высоту получается Сюда ближе к улице еще 4 сантиметра И уже после этого Накидываем сам бампер на место Дальше смотрите Как мы зацепили Сам блок управления Блок согласования Розетки получается наши Мы тут пол салона Вот так по этой стороне разобрали Зацепились за Блок предохранителя Поставили отдельный предохранитель И уже провели и тут уже зацепились за проводку За саму Вот Ну и в принципе Установка фаркопа На этом можно считать завершена Ну ставим обратно все В обратной последовательности Все у нас на месте И вот ребят Я вот вам говорил Что почему я выбрал Вот именно вот этот Вот именно этот фаркоп Потому что он из-за подрезки Из-за подрезки Он получается выше Если нежели Который идет без подрезки То есть Вот тут и так Вот смотрите Насколько От днища Машины Да Вниз уходит Там ну тут сантиметров Сантиметров Семь наверное Да А тут еще получается Больше Тут еще ниже И то есть Когда вы будете парковаться К бордюру Да Или к поребрику Получается Вы Есть вероятность Что вы просто будете Упираться Фаркопом Вот этими креплениями Или самим фаркопом Будете наезжать Вот Такие дела Так что Выбор Ребятушки За вами Какой лучше Как вам кажется Мне вот этот Подрезки понравился Больше Потому что он Выше Выше от пола Находится Нежели Который без подрезки Идет Все ребятки Всем спасибо За внимание Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока